Доктор Лиза Герои нашего времени, о которых со сцены в Витнобской школе номер 10 рассказали финалисты одноименного конкурса. В конкурсе герои нашего времени принимали участие ученики всех классов, их родители и учителя. Больше года ребята готовили свои проекты и защищали их перед строгим жюри. В итоге в финал вышли 9 участников в разных номинациях проект, рисунок, рассказ или стихотворение. Мы посчитали, что это очень важным детям показывать именно такие идеалы и ориентиры, к которым надо стремиться. Именно на этом детям прививать патриотизм. Один из таких героев сейчас преподает в 10-й школе ОБЖ. Андрей Пронцев более 17 лет проработал спасателем. Участвовал во множестве контртеррористических операций, в том числе и в освобождении заложников на Дубровке в октябре 2002. Выйдя на пенсию как спасатель, решил, что накопленным опытом нужно делиться. Так и оказался в 10-й школе. Девочки из 11-го класса посвятили ему свой проект. На героическом поступке способны многие. И к этому героическому поступку надо уже стремиться с юных лет. А в этом проекте дети узнают о героях мирного времени. И перед глазами у них встает картинка, как люди шли к таким достижениям своим. Ученик 4-го В-класса Александр Лаевский посвятил своему герою, солдату Сергею Солнечникову, проникновенное стихотворение. Сергей во время службы в армии накрыл собой разорвавшуюся гранату. Чем спас своих сослуживцев от гибели. Ты смотришь в вечность, не мигая, 31 тебе всего. Книжинки падают, летают, лица коснувшись твоего. Сергей, ты был для нас примером. Ты сильным командиром был. Ты был достойным офицером. И честно Родине служил. Саша рассказал, когда узнал о конкурсе, сразу вспомнил, как однажды услышал о подвиге Сергея по телевизору. И сразу решил, вот он, его герой. Готовиться к конкурсу мальчику помогала вся семья. Помогали и дядя, и мама. Мы вместе сидели за чаепитием. Мы просмотрели еще раз новостную ленту про этого героя. Мы стали искать информацию. Ну, помогали. В этом возрасте еще ребенку требуется помощь. Я думаю, не каждый решится ценой своей жизни, спасти. Хотя выбор был очевиден. Либо он один умрет, либо все они. Вдохновившись чужими подвигами, все финалисты конкурса уверены. Если потребуется, они тоже будут готовы прийти на помощь. Ведь чужой беды не бывает. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Винет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...